Продвигай себя как эксперта в госслужбах и кадрах на Ютубе, ВКонтакте. В какой соцсети будет лучше рассказывать о себе личную информацию? В Инстаграм, в одной соцсети не стоит смешивать личные и экспертные. Вот где ваша целевая аудитория есть? Она есть, наверное, ВКонтакте, в Ютубе и в Инстаграме, везде, да? И я бы рекомендовал везде быть. Вы потом поймете, потому что очень часто надо понимать откуда заявки, откуда к вам приходят на консультации, пока вы не везде, вы можете только догадываться. Потому что важно откуда у вас, к примеру, у меня есть проект, где есть на Ютубе, есть ВКонтакте, есть в Фейсбуке, а потом мы попробовали в Одноклассниках. Так вот, Одноклассники поперло. Поперло так, что вот год мы даже не смотрели в Одноклассники, а там вполне себе нормальная хорошая аудитория. Поэтому так нельзя говорить. Но я бы сделал, если вы хотите продавать свою экспертность, да, консультации, то надо изначально сделать какой-то ролик о себе. Здравствуйте, я там тын-тын-тын-тын-тын и помогу вам, пам-пам-пам-пам-пам, да? Не о себе, а чем вы будете полезны, да? И немного там, если есть чем гордиться, то там, допустим, я там мама двух детей, там, да? У меня замечательная семья, там, потому что люди хотят увидеть вас своего. Не надо быть очень вылизанным, да? Потому что вот, когда есть очень вылизанные, такие вот вся вот информация, то это плохо. Потому что вы должны, у вас с клиентом вашим должен прийти такой свой, свой-чужой у него все время там, да? Вот вы когда приходите, и когда какие-то ошибки, какие-то опечатки, оговорки, то нормально. Поэтому о себе говорите часто и вот. Звоните, пишите, приходите. Мы всегда рады новым друзьям. INFORMATION Продолжение следует...